Добрый день, уважаемые участники вебинара и наши спикеры. Думаю, мы можем уже начать. Сегодня мы собрались с вами на антихнистом нетворкинге, где наши предприниматели из самых разных областей сферы бизнеса расскажут вам о том, как они справлялись в бизнес, какие решения принимали и что им помогло удержаться на плаву. Наше мероприятие откроет Елена Попова, владелец и основатель группы компании I Speak English. Думаю, вы все ее знаете отлично. И передаю вам слово. Спасибо большое. Добрый день. Приветствую тоже всех участников очень интересного антикризисного кейса нетворкинга. Я сейчас нахожусь на родине, поэтому, возможно, я очень беспокоюсь за связь, но я надеюсь, что все будет хорошо. Итак, давайте я познакомлюсь с теми, кто меня не знает. Меня зовут Елена Попова. Меня знают как основатели и владельцы компании I Speak English. Это сеть школ английского языка и визовый центр, который помогает взрослым и детям узнавать язык, стажироваться за границей. История моя такая. Очень вкратце расскажу о себе, о бизнесе, для того, чтобы было понимание. В 2012 году у меня пришла идея, у меня тогда дети были как раз старшеклассниками, и пришла идея, что заранее еще до открытия бизнеса пришла идея помочь детям учить язык в Якутске, находясь в Якутске так же, как и за рубежом. И идея пришла такая, что если сюда привезти на странах преподавателей, то здесь можно организовать языковую среду, и тогда ребенок будет хорошо знать язык, не выезжая за границу, не тратя так много денег для того, чтобы выучить язык. Вот. И сложность была в том, что я не знала английский язык, не знала ни преподавательскую деятельность, поэтому я взяла человека, который во всем этом разбирается, и мы вот начали. Я тогда работала, кстати, антикризисным управляющим, арбитражным управляющим, который руководил одновременно пятью-шестью компаниями, которые находились в состоянии кризиса, в кризисах, когда у них накопились долги, и очень сложно было им справиться с задолженностью. Вот. Я была антикризисным управляющим и открыла школу английского языка. И за первые два года идея выстрелила очень сильно, и школа стала очень быстро, выросла в десятки раз и стала лидером в своей области. Ну, можно сказать, что мы сейчас тоже держим это лидирующее положение, но, тем не менее, рост был очень большой, что я решила, я поняла, что это бизнес, и решила остановить все свои проекты, вышла из всех своих проектов, и решила заняться именно бизнесом в области изучения английского языка. Мы открыли также вот тогда визовый центр, и, в общем, стали расти очень сильно. Но я хочу сказать, и, скорее, предприниматели тоже понимают, что кризис – это, конечно, нестабильность. Это постоянные кризисы, постоянные, с чем-то ты справляешься, что-то у тебя не получается, и ты все время находишься в том состоянии, когда ты решаешь какие-то вопросы. И мы не были исключением. Первые годы – это был первый год становления. Не хватало денег, и приходилось мне влаживать свои личные средства, достаточно много средств и сил для того, чтобы идея выстрелила. Здесь очень важно иметь цель, большую цель. Вот именно бизнес, он же помогает кому-то в чем-то, и если тебе эта идея очень нравится, то идея, она выстреливает, и ты, в общем-то, очень быстро растешь. Но следующий кризис, он стоял в том, что когда ты видишь, что вообще идея хорошая, неплохая, но хорошо бы еще вырасти. И здесь отсутствие знаний в области бизнеса очень сильно тебя останавливает. И пришлось очень много учиться продажам, как привлекать клиентов. И мы проходили этот кризис, это было очень интересное время. Ты не знаешь, чему ты должен учиться, но ты идешь учиться, и это тоже выстрелило. Когда я увидела, что 500 человек приходят в школу, 800 человек приходят в школу, тысячи, полторы тысячи человек приходят в школу английского языка, меня это очень сильно вдохновляло. Но потом наступает следующий кризис, это кризис управления. Когда у тебя компаний становится больше, у тебя людей становится больше, ты начинаешь останавливаться в управлении людьми, потому что не все люди готовы идти за твоими целями, не все люди способны нести такую же нагрузку, которая приходит, ну, всегда есть в бизнесе, скажем так, в бизнесе не прохлаждаешься. Вот, и здесь пришло решение систематизировать бизнес, систематизировать для того, чтобы, ну, быть способным управлять все области, держать в контроле все области, которые есть в бизнесе. Вот, и поэтому все время, когда бизнес есть, человек находится, предприниматель находится в кризисном состоянии, компания находится в кризисном состоянии, и команда всегда находится в кризисном состоянии. И вот это, наверное, первое, что нужно принять, что если ты открыл бизнес, и ты должен принять это состояние постоянного кризиса. Но если увидеть, что кризис – это просто изменение поведения, изменение того, что ты уже не работаешь так, как раньше работал, что ты меняешь что-то в себе, в команде, в людях, в продукте, то ты понимаешь, что, ну, принимаешь и играешь по этой категории. Но, конечно, в этом году мы все столкнулись с достаточно сложным кризисом. Он грянул не внутри. Если мы делали кризис, делаем изнутри, да, постоянно, но когда приходит кризис извне, и он такой, который никогда не был, повторяю, это первый такой кризис всеобщий, всемировой, когда тебе говорят, ты сиди, не работай, но плати заработную плату людям. Это, конечно, кризис был вызовом. Что здесь помогло? Какая стратегия, какая тактика была? Мне помогло, конечно, что у меня была система уже на тот момент, которая, и система, в котором выросли уже руководители высочайшего класса, руководители, которые способны принимать решения, принимать решения, любые решения, которые есть в кризисе. И очень важно в кризисе, чтобы у тебя была команда, конечно. Но я хочу сказать, что я понимаю, что не все смогли создать команду, не все смогли создать систему. И здесь я бы хотела отметить три части, в которых нужно работать. Во-первых, кризис в бизнесе наступает. Спрос, тот, который у нас был раньше, он упал, потому что люди, конечно, сели по домам, и не всем было, по крайней мере, до услуг английского языка. Не очень многие, но, например, в области ресторанного бизнеса, когда тоже их закрыли, в области развлекательного бизнеса, когда их закрыли. То есть спрос на наше предложение, он упал не по нашей вине, скажем так. И здесь нужно обязательно в первую очередь подумать о продукте, что ты предоставляешь и что можно здесь изменить. Конечно, мы сразу перешли на онлайн обучение. А слава богу, у нас был опыт работы в этом. Мы три года, ну, Якутск постоянно в карантине, весной дети уходят на две недели, на три недели. Школы уходили в карантин. Мы первое время теряли достаточно много времени в феврале, и мы научились вести онлайн обучение. И это, конечно, нам очень сильно помогло. Сразу, когда 18 марта объявили о том, что закрываются школы, все школы, в том числе дополнительного образования, за ночь ребята успели перевести весь процесс на онлайн обучение. И таким образом тысячи, более тысячи человек за одну ночь были переведены на онлайн обучение. Это работа по оповещению людей, это работа по оповещению, по работе команды, кто как должен работать. Это мы все ушли на удаленки. Это было сделано за один день. Я очень благодарна до сих пор команде. Я 18 марта летела из Москвы в Якутск, а команда уже успела все сделать, поэтому, честно говоря, я тут руку только не приложила. Вернее, я руку приложила 3 года до этого. Я работала очень сильно над систематизацией, над тем, чтобы сотрудники сами могли принимать решения. Вот. Это первое. То есть нужно посмотреть на продукт. Мы видим, что многие перешли, например, вот рестораны, бизнесы на доставку, очень многие магазины перешли на доставку. То есть нужно подумать над бизнесом, что мы можем изменить в модели ведения бизнеса. Как нам быть в этом случае. Вот. И так получилось, что мы потеряли, мы сохранили 70% дохода тогда. Это было очень... Мы понизили цену, конечно, потому что мы понимали, что мы не тратимся. Ну, слава богу, у нас арендодатели пошли на уступки, и, конечно, они нам позволили пока в это время, на сложное время, нам побыть просто у них даже бесплатно. Это государственная компания была, поэтому мы тоже очень благодарны партнерам, контрагентам, которые нам оказали. Это тоже умение общаться, держать с ними постоянную связь, быть теми людьми, которым доверяют. Мы никогда не... Ну, в общем, мы всегда платили вовремя, и вот это отношение наше тоже послужило хорошей основой для того, чтобы нас поддержали в сложное время. Вот. Первое, значит, бизнес. Нужно срочно менять все, что у тебя есть, на другую струю. А второе, на что я бы хотела, чтобы вот в стратегии, обратить внимание, конечно, на команду. Команда, вот он проходит проверку на прочность во время кризиса. Есть, были люди, которые просто встали и ушли, когда увидели, что что-то происходит не так. Были, но в основном, конечно, в компании у нас люди понимали, что происходит. Нам приходилось расставаться с людьми, работа которых остановилась. Конечно, в компании у нас было более 70 человек, мы его сузили. И в первую очередь ушли те люди, к которым, ну, работа которых нам сейчас не... Ну, как бы они работу эту не делали, да. И здесь очень важно, чтобы когда люди уходят, когда происходит вот такое вот это... Вот как раз проверка на прочность команды. И здесь очень важно доверие владельца. Доверие владельца на то, чтобы посмотреть, как люди относятся к кризису, как они смотрят на это, насколько они на тебя вешают проблемы, которые есть сейчас. Ну, я могу сказать, что за три года я целенаправленно готовила управленцев, которые принимали достаточно серьезные решения. Мы переезжали в Москву, мы открывали новые проекты. И именно то, что когда-то я могла доверить им принятие решений, серьезных решений, позволило и сейчас, как бы, принимать решения вот именно командой. Я очень благодарна команде, которая сама ведет тот корабль бизнеса во время кризиса. Я, честно говоря, занимаюсь три часа управлением бизнесом, три часа в неделю даю. Это финансовое планирование. Ребята планируют, и я только смотрю, контролирую, смотрю, куда тратятся деньги, откуда приходят деньги. И, собственно, по идее, система так поставлена, что я все знаю, что в бизнесе делается. Вот, ну и третий аспект, конечно, это сам предприниматель. Сам предприниматель, как он себя ведет в это время, паникует ли, принимает ли хаотичные решения, открывает ли новые проекты. Вот здесь очень важно спокойствие и холодный разум, горячее сердце, потому что всегда нужно работать с горячим сердцем, но с холодной головой, потому что принимать решения нужно правильные, четкие и точные. Ну, поскольку в нашем случае система была, и ребята сами работали, я решила в рамках iSpeak English открыть проект IC про бизнес, для того, чтобы помочь предпринимателям разобраться в бизнес-процессах. И вместе с руководителем отдела построения, у нас есть такой человек, с которым мы систематизировали, мы стали показывать, рассказывать бесплатно о том, какие есть инструменты в бизнесе, какие бизнес-процессы. Проводили более 60 на сегодня консультаций бесплатных провели. Вот сейчас я уже не считала, уже, возможно, 70. То есть у нас есть цель сделать 100 бесплатных консультаций. Провели более десятка бесплатных вебинаров. Ну, и уменьшили в 10 раз практику, который у нас был, в 10 раз уменьшили для того, чтобы он был доступен. И у нас действительно прошли более 20, наверное, предпринимателей, которые упорядочили сейчас свои мысли по поводу того, как ведется бизнес, потому что есть законы бизнеса, и оно никогда в кризис, не в кризис, они всегда работают одинаково. Есть только понятие спрос на твое предложение, насколько ты можешь влиять на этот спрос, как ты можешь изменить свое предложение, да, в бизнес-предложение. Вот, поэтому вот на три стратегии я бы хотела обратить внимание. Во-первых, бизнес-модель, то есть ты смотришь, как в этот кризисный момент ты можешь изменить свою бизнес-модель. Изменить либо на доставку, на онлайн. Вот мы перешли на онлайн, например, да. Но у нас, конечно, офлайн остается, просто нас еще не разрешили. И мы стопроцентно сейчас в готовности, как только нам скажут школы, открывайтесь, дополнительное образование, открывайтесь, мы стопроцентно готовы к тому, чтобы завтра же открыться. Вот. Но мы, конечно, понимаем сейчас ситуацию, которая есть, и мы хотим, чтобы люди были здоровы, клиенты наши были здоровы, сотрудники наши были здоровы, и стараемся работать так, чтобы было все работать в безопасности. Второе – это команда. Проверить команду на прочность. Посмотрите, понаблюдайте в это время, как люди принимают решения, как они вам помогают, и вы увидите, какие звезды у вас работают. Звезды я имею в виду в хорошем смысле слова. И третье – это ты сам. Ты сам, когда предприниматель, он должен являться в этот момент образцом. Образцом того, как он себя ведет в сложных ситуациях. Ни в коем случае нельзя сдаваться, ни в коем случае нельзя чувствовать, что себя побежден. Играть так играть. Играть нужно до конца. И нужно вести за собой команду, вести за собой не только команду, но еще и свое окружение. Помогать людям, которые рядом с тобой, которые оказались в такой же связке, в таком же кризисе. Вот что бы я хотела сказать. И если у вас есть вопросы, я готова ответить. Вот моя стратегия, которая состоит из трех частей. Бизнес, команда и ты сам, как личность. Спасибо большое за внимание. Я не буду задерживать, потому что есть здесь очень успешные люди, которые тоже поделятся своим кейсом. Владислав? Друзья, я готова ответить. Елена, слышно, да? Да. Спасибо, что открыли наше мероприятие, рассказали свою стратегию, поделились своим опытом и о своей компании. Насчет опросов. Не стесняйтесь, пишите вопросы в чате. Если даже Елены не будет видно на экране, мы перенаправим ей вопросы в личный чат, и она выйдет и ответит, если что. Хорошо, а сейчас, пока мы ждем вопросы, мы подключаемся с Ольгой Шристианниковой. Ну, видим вас, Ольга. Добрый день. Да? Вы меня слышите? Передаю Ольгу тебе. Спасибо большое. Я немножко пропустила, конечно, жаль. Лена, твое выступление, потому что стараюсь всегда участвовать и слушать, когда Лена рассказывает, да? Но у нас новый кабинет, и тут с интернетом чуть-чуть устройка. Проблема. У тебя всегда все хорошо. Так. Все, желаю успехов. Отключаюсь. Спасибо. Так, Владислав, а там слайды подключите, да? Да, подгружается. И сейчас одну минутку. Так, ну что, начинаем, да? Да, отлично, можете начинать. Да. Всем здравствуйте. Меня зовут Шристианникова Ольга. У меня группа компаний. Значит, компания называется ТКД «Табачно-кофейный дом». Три направления в нашей компании. У нас своя розничная сеть, оптовая розничная сеть чайно-кофейной кондитерской продукции, плюс у нас торговые представители, которые обслуживают город Якутск, магазины. И еще у нас есть оп. То есть у нас 15 магазинов. Мы находимся, базируемся в городе Якутске, еще в Нижнем Бестяхе. Бизнес у нас семейный. Вся семья участвует в компании, да, работает. У нас более 70 сотрудников компании. Мы считаемся очень одной большой семьей. И у нас, как бы, вот если кризис, да, для нашей компании, будем говорить, что кризиса не было. Мы стратегию прописали еще в ноябре для нашей компании, и в январе мы начали внедрять все в жизнь. Слайды, Вячеслав, вы сами будете? Или как там, или как сделать-то? Со слайдами первый раз у меня. То есть я вообще буду рассказывать о сути работы, а слайды это так для того, чтобы, ну, смотрели и ознакомливались с нашей компанией. Мы, значит, у нас команда из руководителей, и плюс у нас есть маркетологи, девочки. Мы собирались, прописывали все, что мы должны сделать в 20-м году. Ну, и, ну, кризис не кризис, в январе, значит, мы решили все внедрить в жизнь. Так, смотрим, мы, ну, конечно, здесь, я не знаю, ну, давайте. Вообще, как бы, почему я начала заниматься чаем и кофем? Потому что, как бы, в семье у меня это было все заложено, заложено от моей бабуши. У меня бабушка азиатская кровь, она кореянка. И, то есть, с детства я видела, что такое традиции, ну, чай на кофе, чая, домашнего очага. Вот, и я, как бы, вот это моя мечта сбылась. Я открыла магазины и, ну, начала людей ознакомливать с ассортиментом. Что мы сделали в кризис? Девочки в 11 часов в пятницу начали прямой эфир вести. И вы знаете, я немножко, как бы, ну, была прямой эфир, у всех прямой эфир, а как это будет у нас? И я хочу сказать, что когда люди начали подключаться и смотреть о наших новинках, о нашем чае, стали у нас, поднялся средний чек в магазинах, люди стали приходить и спрашивать именно то, что девочки предлагают в прямом эфире. На основании этого мы стали изучать, а что людям еще нужно. Мы начали привозить новинки. Что мы еще сделали? Мы стали доставлять на дом. То есть, у нас есть доставка по городу Якутску, по магазинам. Ну, конечно, мы все равно предоставляем также на квартиры, да? И мы решили, как бы, доставочку делать. И я хочу сказать, что люди, конечно, немножко не понимали, да, когда в магазине это идет корзина, молоко, хлеб, там, что-то еще, а тут-то просто, как бы, чай, кофе и кондитерка. Но люди не растерялись, и в Инстаграм начали выбирать ассортимент. Стали выбирать ассортимент, и, как бы, у нас, по сути, доставочка пошла хорошо. Что мы сделали? То есть, девочки мои начали упор делать на Инстаграм. В Телеграм, Бунтер, то есть, у нас Телеграм-канал очень хорошо заработал. Бунтер у нас, магазин на диване есть, потом видеообзоры. Ну, и обязательно бонусная программа. Ну, сайт, прайс, это, как бы, само собой, девочки всегда об этом рассказывают. У нас еще есть Лего-город, детская комната. Она сейчас, конечно, закрыта, но мы все равно поздравляем людей с праздником. Даже сняли мультик, и в России попросили даже использовать этот мультик, сам Лего-город. В кризис, я это слово не люблю, если честно. Как и Лена, я хочу сказать, что у нас тоже в компании есть организующая оргполитика, у нас организующая схема, и каждый стоит на своем посту. Соответственно, моя команда совсем не сократилась, мы не сократили людей, мы сократили больше расходы. То есть, если раньше мы, ну, не всегда, может быть, смотрели на расходы, в этот момент я посмотрела на свою финансовую часть. И начала смотреть, что сейчас вообще, на что сейчас можно потратить деньги. Что касается закупа товара, как бы, здесь мы не могли говорить о том, что мы хотим сократиться, да. Но, что касается, например, расходов компании, мы начали смотреть. И компания не повлияла, финансовая часть никакая вообще не повлияла. И компания также начала развиваться. Мы добавили где-то, наверное, еще около 200 наименований продукции. Что-то мы, конечно, заменили, убрали, что-то мы добавили. Сейчас, в данный момент, наша компания также развивает это подарки. То есть, вы приходите к нам, к компанию. Можете это сделать в Инстаграм, можете это в Телеграм сделать. И собрать подарок. И мы даже можем сделать доставочку в корзину. То есть, собрать корзину, чай, кофе, какие-то шоколадки, какую-то кондитерку. Ну и все, и мы спокойно отправим доставочку. То есть, мы отправим доставку тому заявителю, который попросил. То есть, мы от вашего лица можем поздравить. Что еще? Мы в компании сделали систему заработной платы другой. То есть, если раньше ставка была и какая-то премиальная часть сотрудников, то сейчас, в данный момент, девочки работают на процентах. То есть, есть ставка зарплатная, но еще у нас стоит схема. Мы выставляем планы и еженедельно смотрим эти планы. То есть, продавцы у нас выполняют планы и получают премию. Еще что мы сделали? Мы в компании и так как бы все делали в белую. Сейчас у нас премиальный фонд. Мы договорились с продавцами. Раз вы получаете премию, то она тоже должна быть белая. То есть, от этого вы платите налоги, мы платим налоги. Но в дальнейшем, когда вы будете получать отпускные, у вас будут отпускные больше. То есть, у нас вообще как бы продавцы не жалуются. В нашей компании нету текучки кадров. То есть, очень долго и постоянно работают сотрудники. Единственное, конечно, что мы все время расширяемся. Рецепт к успешному бизнесу состоит из трех частей. Любовь к семье, любовь и вера к своему бизнесу и постоянное обучение и развитие как семьи, так и сотрудников. Я хочу сказать, что я постоянно обучаюсь, моя компания постоянно обучается и сотрудники мои тоже обучаются. Протараторила все очень быстро. Вячеслав. Ваша закончена, да? Я так понял. Да. Протараторила быстренько, быстренько. Потому что не вижу сама себя, вижу слайды, не вижу аудиторию немножко, да, как бы. Я хочу сказать, что вот если те предприниматели, которые нас слышат, ну, я вот смотрю, кто есть, да, и думаю, что никто как бы не расстроился, не испугался того, что сейчас как бы, ну, произошло. Больше, наверное, даже развития для нас предпринимателей есть. Вот. И мы хотим нашим молодым предпринимателям, даже те, кто только начал, пожелать, конечно же, удачи, сил. И я считаю, что если вы обучаетесь и вкладываете в себя, то и бизнес у вас тоже будет процветать. Хорошо, отлично сказано. Хорошо. Так, в следующем у нас будет выступать Наталья Ширякова. Это индивидуальный предприниматель, владелец магазина «Фермер» из Алданского района, который запустил недавно свое мясное производство. Начинаете. Добрый день, уважаемые коллеги и партнеры по бизнесу в республике Саха-Якутия. Как меня уже представили, мы являемся в нашем городе представителями продуктовых магазинов «Фермер», занимающихся не только продажей фермерской продукции, но также продажей продукции собственного производства. И на этом мы не останавливаемся. В дальнейшем также хотели бы открыть семейное кафе в нашем городе, где вам будут представлены также продукты нашего производства. Ну и блюда, так как я имею свою личную страничку в Инстаграме под названием «Готовим вместе с Ташей», где я с наших продуктов, с нашего магазина и приготовлю различные вкусные блюда. Немножко расскажу о нашем предприятии. Предприятие у нас семейное. Вместе с супругом мы уже в течение 10 лет занимаемся развитием наших семейных магазинов. Раньше у супруга это было просто хобби, он занимался копчением, а в дальнейшем уже перешло в конкретно такую отрасль производственную. Я так поняла, тема семинара сегодня именно о той работе во время пандемии, как мы работали. Конечно, здесь очень сильно все зависит от коллектива, от того коллектива, в котором ты работаешь, от той команды, с которой ты работаешь. Когда мы открывали свое предприятие, я очень серьезно подошла к этому вопросу, потому что человеческий фактор – это одна из составляющих производственных предприятий. Поэтому очень тщательно подбирала персонал. И прежде всего, чтобы персонал, сотрудники, они сначала были включены в ту идею, в то направление, которое мы несем. Это направленное направление на здоровое питание, на правильное питание, на натуральные продукты. И уже, когда сотрудники принимали эту идею как собственную, соответственно, работа шла от всей души. Ну и в дальнейшем, когда ты работаешь от всей души, за ней стоит финансовая составляющая часть. Поэтому команда, в которой сейчас я работаю, она очень крепкая, очень сильная, очень дружная. За последние 10 лет у нас коллектив составил 16 человек. И на протяжении всего нашего времени у нас поменялось всего только два сотрудника. Это говорит о том, что коллектив очень стабильный. И когда случилась ситуация с ковидом в нашей республике, здесь, конечно, мы ощутили очень сильно то, как наши сотрудники включились в работу. Время было очень тяжелое. Я не знаю, конечно, как в Якутске, но в Алдане была ситуация очень тяжелая. Город был полностью закрыт. В городе передвигаться было нельзя, только до ближайших магазинов, находящихся в 100 метрах от дома. Поэтому утром, проснувшись, люди оказались просто заблокированы у себя в квартирах. Выйти было никуда нельзя. И, соответственно, люди не успели приобрести продукты, пополнить запасы. И пошел шквал звонков. Просто начался хаос. Соответственно, пришлось принять эту оборону на себя. Я даже это называю время военное, потому что действительно ощущение было, что как будто мы работаем в военное время. спали по три часа в сутки, просто обрабатывая массу заявок. Заявок на продукты, на доставку. Пришлось полностью отключить производственную часть и направить все силы на упаковку, доставку, обработку заявок, полностью подсчитывать накладные, чтобы все было правильно. Потому что общение шло через соцсети, через Инстаграм. И, соответственно, где-то, если что-то была, какая-то малейшая ошибка, люди моментально реагировали и писали. Поэтому нужно было очень четко отработать всю систему принятия заказов, обработки. Также нужно было ежедневно, с утра сообщать, что в наличии, что приехало свежее, какие цены. То есть нужно было не пропустить ни одну позицию. Нужно было все отрезать, упаковать, сложить. То есть работа шла не останавливаясь. Не было даже возможности сходить воды попить. Спали по три часа в сутки. И через где-то две-три недели вот такого темпа работы уже не хотелось ничего. Работы такой не хотелось. Хотелось работать с удовольствием, стабильно, спокойно, как и раньше. Но колесо все сильнее раскручивалось. И шквал звонков вообще не прекращался. В таком темпе мы работали, наверное, где-то до середины мая. Соответственно, у нас была усилена закупка, связь с поставщиками. Мы просили продукцию в долг, потому что оно не успевали получить. Уже надо было заказывать, чтобы остатки не прекращались. Соответственно, власти города, они были с нами на связи. Постоянно запрашивали, какие запасы у нас продуктов на сегодняшний день лежат на складах. То есть мы ежедневно, еженедельно сообщали им о наличии продуктов. Потому что здесь работала система полного взаимодействия. Все были сплочены. И несмотря на то, что количество больных увеличивалось, и все работали в страхе, приходилось быть морально устойчивым и стараться успокоить свой коллектив, успокоить население. Потому что мы ехали на доставку, и люди, они просто ждали. Они ждали, что им привезут еду. Здесь еще сработал такой факт, что в момент пандемии покупатели как никогда почувствовали, что им хотелось как конкретно вкусной, свежей еды, продуктов, из которых можно было приготовить хорошее питание. Потому что дети находились дома, нужно было кормить детей. Соответственно, хотелось, чтобы было вкусно, свежее. Свежее все. Поэтому мы вот работали, вот это направление наших магазинов, оно вот здесь очень четко сработало. Люди прям шли с доверием. И как раз в этот период получилось, что была Пасха, и люди, к сожалению, не смогли пойти в церковь. И я взяла на себя деятельность развозки пасхальных куличей. Мы тоже что-то пекли сами, что-то заказывали, связались с кулинарией, то есть работали с ними на одной связи. Я развозила священные куличи, связалась с руководителем нашей церкви. То есть пошла очень сильная такая организация по доставке питания. Также в период пандемии мы спонсировали малоимущих, тех, кто оказались отрезаны от города, и к ним даже не было доступа. На машинах можно было только по специальному пропуску попасть с питанием к ним. Сложно очень было раздобыть такой пропуск. Прошлось пройти не одну инстанцию, чтобы его раздобыть. И когда мы получили пропуск, мы организовали бесплатную доставку в отдаленные регионы нашего района. Также связывались с людьми. И полностью укомфликтовывали машину с мясной продукцией, с фаршем, с мясом, с овощами, с фруктами. Параллельно мы еще спрашивали, не нужно ли заехать в аптеку, то есть еще какие-то медикаменты. Мы все это полностью формировали в один заказ и везли. Ну, конечно, в этот период пришлось и доработать цифровизацию, можно так сказать. Пришлось приобрести видеокамеру, фотокамеру, чтобы были качественные фото в Инстаграме. Пришлось докупить еще пару новых компьютеров. Пришлось докупить видеонаблюдение, потому что обрезаны были пути доступа к некоторым складам, и нужно было контролировать, что там происходит. Поэтому в этот период было много пересмотрено моментов. Если в дальнейшем случится такая же ситуация, в принципе, мы уже будем подготовлены и доработали еще много моментов по доставке. Поэтому у меня и возникла идея в дальнейшем открыть кафе семейное. В случае возникновения такой ситуации мы будем работать на доставке уже не только с продуктами, из которых готовить мясо, фарш, колбасы, сыры, а уже даже можно будет заказать готовое блюдо нашего приготовления. Я желаю всем, чтобы не было такой больше никогданой ситуации, чтобы все были здоровы, кушали натуральные продукты, были здоровы, здоровы были ваши семьи, и успехов, и процветания. Также хочу еще сказать, что когда ситуация стала лучше, мы являемся резидентами бизнес-инкубатора в нашем городе, очень сильно помогли нам кураторы, участвуя в грантах и в субсидиях, которые были организованы в связи с ковидом. Я участвовала почти в шести субсидиях, и по пяти из них мы получили положительный результат. Поэтому все финансы, которые были получены, они пошли на развитие в производственной части. Докупилось оборудование, упаковка, усовершенство. Сейчас мы разрабатываем свой собственный сайт, создаем каталог. Эти финансы мы перенаправили в брендирование нашего предприятия. Поэтому огромное спасибо Министерству за поддержку, за очень мощную поддержку, Центру Мой Бизнес, потому что они всегда теперь нас держат в курсе. И мое утро начинается с того, когда я открываю компьютер, я сначала захожу на страничку сайта Мой Бизнес, смотрю информацию и уже дальше приступаю к работе. Раньше я немного недопонимала всех этих поддержек, конкурсов. Мне казалось, что невозможно получить с бюджета какие-то средства, что это нереально. Но поработав самостоятельно и собрав пакеты документов, и подав на конкурсы, поняв, что мы можем что-то получить и проходим в этих конкурсах, то есть мое мнение очень сильно поменялось. Поэтому я всех призываю участвовать во всех субсидиях, стараться переменить усилия, собрать все документы и ждать результатов, участвовать во всех программах. Сейчас мы подали заявку еще на эту программу в участии, а также сейчас обратились в фонд по поддержке предпринимателям, по субсидированию, по развитию бизнеса. Поэтому только дальше на этой волне, и я думаю, что поддержка будет еще не одна. Ну, наверное, на этом все. То есть хочу всем пожелать хорошего настроения. Все, что могу рассказать на сегодня о работе с марта месяца по сегодняшний день. Поэтому всем хорошего настроения, всего доброго. Всем здравствуйте. Меня зовут Мария Пронтеева. И я сегодня немножко, где-то сказали 15 минут, буду рассказывать о том, как мы пережили этот кризис. Давайте немножко расскажу о себе. Мы уже 9 лет занимаемся обшипитом. Доставка ям-ям уже 9 лет существует. Рестораны Алоха, Будда, Чердак были. Сейчас остался ресторан Соул. И доставка правильного питания Гринфуд. Также я международный сертифицированный коуч. У меня есть своя онлайн-школа, где я обучаю девочек тайм-менеджменту и так далее. Я разные коуч семинары провожу, семинары по бизнесу. Также я являюсь бизнес-тренером Брайана Трейси. Я сертифицирована и могу его продавать и продаю. И у меня два высших образования. Это юриспруденция и антикредственное управление. Тогда я не знала, что это мне пригодится. Можно, пожалуйста, следующий слайд, или я сама могу это сделать? Давайте я сначала, конечно, расскажу о себе. Так, давайте я вернусь. Где-то 9 лет назад мы открыли свою первую доставку. Это была первая доставка в городе Якутске. Ям-Ям называется. Мы тогда были самые первые. Переехали из Санкт-Петербурга. Мы там учились. Первая, вторая высшая образование, там получала. Я юристом там успела поработать. И вот мы переехали в родной город Якутск и открыли первую доставку. Почему доставку? Да, потому что я, когда работала юристом, я поняла, что юриспруденция не моё. Я хочу заниматься чем-то другим. И так как я была очень молодая и неопытная, и в моей семье нет ни предпринимателей, ни кого-то в моём окружении не было, я не понимала, куда идти. Но, слава богу, я начала там заниматься своими желаниями и так далее, списками. И поняла, что как бы я, если даже стану очень хорошим юристом, этой зарплаты не хватит на то, что я хочу. Вот таким образом я начала думать, маленькая совсем, чем мне заниматься. И пришла идея бизнеса. И вот так вот пошло-поехал. И я такая мужа предложила. Мы сначала пытались в Питере другим заняться. А потом мужа предложила переехать в Якутск, потому что он у меня 17 лет сам себя обеспечивает и работала в ресторанах, очень крутых ресторанах, очень до сих пор, которые существуют, с ушистом. Он это прекрасно умеет делать. Поэтому я предложила в нашем городе открыть. Тем более тогда, 9 лет назад, у нас ни одной доставки в городе не было. Вот. И потом мы открыли ресторан Будда, наш первый ресторан. Потом мы открыли ресторан Алоха. Потом мы открыли первый бар в городе, тоже в питерском стиле, чердак. И мы открыли ресторан Соул. И у нас есть доставка правильное питание, гринфуд. И вот я уже полтора года занимаюсь именно кучингом, потому что я поняла, что это мое призвание, предназначение, помогать людям именно таким образом. Вот. Если вкратце, вот такая вот у меня история. Конечно же, мы сегодня говорим об... Так, давайте. Я могу, конечно, говорить очень простыми словами, да, так как обычный человек. Ну, или чуть-чуть добавлю там, как обычно я семинары веду и так далее. Вот. Проблемы и кризис неизбежны, как всегда. Вот за 9 лет, я не помню, чтобы не было ни одного года, наверное, ни одного месяца, чтобы не было каких-то проблем в бизнесе. Ну, это не означает, что мы плохие, все равно законы меняются, времена меняются, люди разные и так далее. Ну, кому как непредпринимателям это понимать, да, все равно, если ты даже себя вроде как защищаешь со всех сторон, все равно что-то, да, всплывет. Вот. И, на мой взгляд, взгляд многих бизнес-тренеров и авторов, да, кризис – это тестирование на лидера, да. Лидерство – это способность решать проблемы. То есть, умеешь ты решать проблемы, ты останешься дальше в бизнесе, не умеешь ты решать проблемы, не будешь идти на бизнес. Вот. И как Брайан Трейси говорит, наша задача – решать проблемы, достигать бизнес-зали. Вы решатели проблем. То есть, он говорит, что если ты предприниматель, то ты просто решатель проблем. Ты будешь решать проблемы всегда. Поэтому, когда пандемия случилась, ну, мы такие с мужем на самом деле, ну, ладно, хорошо, я такая думаю, ну, не так обидно хотя бы, когда у нас банкротство в банке случилось, наверное, многие помните, когда мы в один день все остались без денег, не все, а вот люди, которые там были, и до этого ещё много чего было. И мы такие, ну, ладно, тут хотя бы у нас одних проблем, да, это на мировом уровне проблема, вот, и нужно как бы решать проблему каким-то определённым образом. Я потом расскажу, что именно мы делали, а пока просто расскажу, как коуч, да, как бизнес-тренер, какие действия нужно предпринять, чтобы решить проблему. На самом деле, это очень просто, некоторые это интуитивно понимают, некоторым нужна информация, и я вот даже, когда какие-то курсы прохожу, часто дарят или просто, ну, дополнительные какие-то семинары, вебинары про как действовать во время кризиса. И там получается, так, почему я звук слышу, вот, и кому просто, на самом деле, когда какая-то проблема наступает, у человека какой-то параллель, ну, с точки зрения психологии, да, какой-то наступает параллель, он не знает, что делать, и просто очень много энергии и времени тратит на то, чтобы, ну, как плохо, почему так, вот так, злиться и так далее. Да, это иногда нужно, но, скорее всего, нет. Лучше тратить свою энергию и время на то, на поиски решения проблем. Вот, и я помню, когда, вот, у меня самое, ну, как бы страшное случилось, когда, как бы я узнала в один день, что у нас мылое останется вообще без денег, у нас очень много работников, и платить зарплату, и платить аренду, много поставщиков и так далее, и я такая, ну, вот это-то я тогда поняла, что, ну, как бы, можно себе дать одну-две минуты, папа Николай, я захотела взять какой-нибудь бумажный пакет, и как в фильмах вот так вот сделать, и вот так вот дышаться, дышаться, да. Я так сделала чуть-чуть, и такая успокоилась, и теперь говорю, ну, всё, нет у тебя денег сейчас, ничего с этим не сделаешь, никто тебе не сможет помочь, вот, решай проблему. Я начала думать, что делать. И так же нужно делать, мне кажется, с каждой проблемой, потому что, и самое главное, на мой взгляд, это принять то, что ведёшь бизнес, занимаешься бизнесом, так будь готова решать проблему. Как бы никто тебе не обещал, что проблем не будет, если ты готова, и ты берёшь за это ответственность, то и ты получаешь, как бы, за это больше денег, чем другие люди, и больше свободы. Вот, поэтому нужно ориентироваться именно на решение проблемы. И задавать себе вопросы, если сложно это сделать сразу, да, первое, в чём именно проблема? Прямо писать. Некоторые даже не могут в панике прям понять, что это такое, как это сделать. Вот, и чего касается, может, они просто, люди, кстати, очень любят проблемы в нашей голове, на самом деле, всегда больше, чем в реальности настоящие проблемы. Вот, поэтому можно разобраться, сесть спокойно, открыть тетрадочку, и лучше это писать, не отвечать так, вот так, да, писать, в чём именно проблема. Определить это ясно, прям ясно, у меня там сейчас нету денег, у меня там нету клиентов, у меня упали продажи и так далее, да. Как это произошло? Пытаться понять, может, вы какую-то ошибку совершили, может, какой-то не тот человек к вам пришёл на управление и так далее, да, сидите и думайте, что мы можем сделать, каковы всевозможные решения, тоже понять. Потому что иногда бывает, когда мы на панику, эту истерику много времени тратим, да, люди, на самом деле иногда бывает решение прям вот тут лежит, просто иди сделай, да, иногда неприятно, иногда неудобно, но иди сделай. И пятое, как мы можем минимизировать стоимость или ущерб от проблемы, тут тоже можно там вместе подумать, да, как-нибудь вместе все решить, кого-то привлечь, помочь и так далее. И каково наше следующее действие? Обязательно это нужно делать, не просто так это обсуждать, там, вы, возможно, это решение там обсуждали все вместе со всей командой, да, но ля-ля-ля-ля-ля-ля, а нужно просто взять и написать, каково наше следующее действие, и взять и добавить слой ежедневник. Вот. И это не моё. Так, где мой другой слайд? У меня же был очень симпатичный слайд другой. А, вот. И вот семь шагов по преодолению кризиса. Первое, оставайтесь спокойны. Это очень-очень важно, потому что не надо тратить силы, время, энергию свою на вот эти вот панику, хотя это хочется, да, на самом деле. Досконально изучайте факты, какие у вас есть, что кому, что дало. Например, если там судебное дело началось, кто на что там сделал, кто кому-то не поставил, кто там что-то сделает и так далее. Возьмите ответственность на себя, не увыгайтесь на государство, на клиентов, на поставщиков и так далее. Возьмите на себя ответственность и скажите, да, это моя проблема, я буду её решать. Вот. Оставайтесь уверенным в себе, в первую очередь для своей команды, потому что, ну, люди, когда ведут бизнес, да, они в основном, конечно, до лидера, и они ведут за собой людей. Поэтому очень важно, чтобы у них тоже не было паники, паника за разным. Вот. Оставайтесь уверенным в себе хотя бы на виду. Вот. Дайте свободу своей креативности. Ну, реально, когда бывает решение проблем очень быстро, можно как-то найти. У нас много раз было там что-то придумать, что-то создать, да, и как-то быстро, каким-то другим образом эти проблемы решаются. Иногда даже делать не только в деньгах, там, не только там в связях, знакомых и так далее. Вот. Как бы надо разделить, да, что такое. Ну, в первую очередь нужно сделать, а что там менее важно. И начать, конечно, с приоритетов, что нужно быстрее всего делать, вы делаете. И вы прям иногда нужно подумать, какое у вас будет ответное действие, если на вас напали или там что-то сделали, да, и, конечно, вы думаете над ответным действием. Да, это, в общем-то, и теория, да, о котором, о котором, о котором, о котором нас учили, и о котором мы дальше обучаем, и о котором все бизнес-тренеры рассказывают. Но на самом деле, если наступает там одна первая большая проблема у предпринимателей, то это очень сильно помогает. Просто взять и вот, просто сидеть и отвечать перед самой собой вопросом, потому что все ответы внутри нас, и по бизнесу тоже, кстати. Вот. А именно по этой пандемии, какие мы предприняли, ну, как бы по практике, да, теория-теория, практика-практика. Ну, что мы предприняли? Мы подумали, что эта пандемия продлится непонятно еще сколько. Мы, конечно, надеялись, что это быстро пройдет, но поняли, что как-то не скоро это все пройдет, тогда еще, когда в марте началось. Конечно, первой неделе мы вообще не верили этому. Вот. Потом мы поняли, что у нас есть, был, точнее, бар чердак, и мы поняли, мы начали сразу договориться со своими отдадателями о скидке, о том, что мы можем с этим делать, когда мы узнали, что нас закрывает, да. Там, например, ресторан соус в отдадателе сразу на встречу пошел, сразу условия сказал, там о скидке, рассрочке и так далее. Хорошо, все. Потом чердак мы пошли, они ни в какую, никакой скидки, никаких рассрочек и так далее. Мы понимаем, что если даже разрешат рестораны работать, бары, где станут спорные люди, много людей, это разрешать не скоро. До сих пор не разрешили. Разрешили ресторан, потом в 1 августа мы 5 месяцев не работали, но бары скоро не разрешили. Если бы там посчитать деньги, мы, конечно, бы ушли в очень большой минус. Нам пришлось решить проблему, изучить факты доскональные, взять на себя ответственность и закрыть свой бар. Да, это было не просто. Ну а что делать, если... Ну вот так, мы больше потеряли бы, чем в Бразилии. Но ресторан начал работать на доставку. Мы, конечно, оптимизировали все расходы, но если много... Ну, как бы, стало, конечно, с каждым у меня все больше и больше становилось, и до сих пор как-то не доставлю, да. Вот, и... Ну, как бы, значит, ну, как бы еще... Ну, как бы, ну, еще... Ну, что мы... Много было занятов, много что мы тестировали. Вот, много есть, и у него еще осталось. Вот, ну, еще... Ну, именно работает, путина, пулжала. Ну, сам. Вот, ну, что-то мешает. Я тут все тихо. Может... Так, давайте я эту кнопочку нажму, Нет, все хорошо. Я думала, вентиляция включена, я на кассу выключена. Мария, вы меня слушаете, да? По ябняму, слава богу, конечно, нам повезло. Наверняка многие рестораторы в кавычках нам позавидовали, потому что у нас у одних среди рестораторов есть большая доставка. И, конечно же, все, наверное, думают, что вот случилась пандемия, все люди начали заказывать дома. Но если посмотреть ям-ям, то, конечно, конечно, заказы намного выросли, просто очень намного. И до сих пор рост идет. Вот, на многих не хватит заказа. А вот, например, рестораны, все равно люди привыкли, например, у кем-яма заказывают, и они там и заказывают. Как бы получились друг другу конкуренты. И поэтому я понимаю, что многие рестораторы очень сильно пострадали, потому что, как бы, зарабатывать рестораном, когда ты открыт, и зарабатывает доставка еды, это совсем разные вещи. Поэтому нет грех жаловаться, нам вообще грех жаловаться. Эту пандемию мы, конечно, потеряли чердак по дороге, да, но, ну, получается, ну, еще не закончилось, конечно, но могу сказать, что все хорошо. Надеюсь, и все будет. Вот, и здравствуйте, Мария, у вас так много бизнеса, как вы успеваете все вести, как вы венчу свой день? Вот, спасибо вопросу, Артур. Я об этом себя в Инстаграме пишу. Кстати, вы можете это мою. Так, все, как бы это странный, как раз, странный. Ладно. Я к этому пришла не сразу, когда у нас был еще... У нас с мужем родился ребенок первый, и мы тогда перестали... Так, я слышно, видно, да? Вот. И тогда мне пришлось учиться планировать все, начала учиться тайм-менеджменту, как это все делать и так далее. И пришлось вот это, на самом деле, планировать все, потому что как бы по-другому никак не успевать. Как планировать свой день? Ну, я планирую все заранее. У меня все прописано. И, конечно, не по часам, по минутам, потому что это слишком-слишком будет стрессово для меня, да, потому что люди могут опаздывать, дети могут заболеть, что-то может случиться, да, и у меня получается гибкое планирование. У меня расписано, я могу приносить в логу то, что запланировано, и у меня освобождается там час из того, что у меня список есть там, дел, которые я могу сделать когда-либо, я могу сейчас делать. Ну, там целая система, о которой я на курсе два месяца рассказываю, но только не про планирование там, а про многое, как хочешь, рассказываю, про как убеждения снимать, как то, что ты, например, человек уверен, что он умеет зарабатывать деньги, и все, да, например. И он не понимает, как другие зарабатывают, значит, другие воруют, да. Ну, такое убеждение бывает, или там женщина не может выйти замуж, да, потому что думает, что все мужики не очень, да. И он, да, убеждена. И на самом деле вот эти, куда-то не ушли, конечно, эти убеждения людям очень много мешает и ограничивает по жизни. И, как бы, я даже в этом курсе добавила, потому что можно запланировать очень много дел, но на самом деле не смочи это сделать, потому что только времени не хватит, ну, и смелости не хватит, ресурсов не хватит, и денег не хватит, и времени не хватит, и ничего такого не хватит. Поэтому мы обо всем говорим у меня на уроке, на курсе. Вот такие вот дела. И, ну, вкратце, мне просто 15 минут давали, и вроде я уложилась. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте, а если нет, я отдам, как бы, выставку своим коллегам. Ольга, Ольга, здравствуйте, Ольга. Елена, здравствуйте. Я всех люблю, всех люблю. Вот, еще кто-то. Мария, спасибо. Вот, у нас не слышно, организатор, вообще. Меня совсем не слышно, да? Спасибо, Мария. Спасибо. Мария, вы слышите меня? Да, все, Аня. Ах, хорошо. Выхожу, да? Спасибо за выступление. Да, можно пока прикрыть. А мы приглашаем Евгения Беккера, владелица японской кондитерской отжи Санмияко, который как раз-таки открылся незадолго до пандемии. И бизнес ему пришлось настраивать в новых условиях. Евгений, мы ждем вас. Как будьте готовы, просим выйти в эфир. Здравствуйте. Добрый день, Евгений. Здравствуйте. Меня слышно, видно? Да, мы вас отлично слышим и видим. Хорошо. Передаю вам слово. Можно начинать? Так, еще раз всем здравствуйте. Меня зовут Евгений. Да, все верно было сказано, мы открылись незадолго до самой пандемии. Немножко расскажу о создании компании, о самой идее, обо мне. То есть обо мне. Я в общепитии уже более 15 лет работал директором, гендиректором, управляющим различных заведений. Большое для меня, конечно, впечатление дало это шоколадница. То есть я работал генеральным директором кофейной шоколадницы в год. И вот мне прям полюбилось все сладкое десерты, кофе, это все. Плюс фамилия у меня еще немецкая, беккер, переводится как булочник, булочник-беккер. Поэтому я не решил, точнее, поддаться этому и заняться, собственно, сладким делом. Как родилась идея? Была беременная жена у меня, и у нее была страшная аллергия на все сладкое. Мне хотелось, конечно, ее порадовать. Пережил просторы интернета, нашел рецепт японского хлопкового чизкейка. Я долго пытался его дома приготовить, там достаточно сложная процедура приготовления, рецептура. Через месяца-полтора мне получилось, и вот всю беременность она кушала только его. Два года вынашивал я эту идею, давал попробовать всем своим друзьям, знакомым, все говорили, да, вкусно, отлично. Плюс ко всему у нас еще, как правильно сказать, Дальний Восток. Так сказать, Азия. И направление Азии у нас в городе очень сильно распространено. То есть, паназиатская кухня, суши-бары, Япония, Корея, Китай очень сильно распространено. Два года я вынашивал эту идею и решился все-таки дать городу попробовать, ну, если ему было очень интересно, какой-то новый продукт. И опять повторюсь, что я проработал достаточно в многих местах, и в суши-баре, в Китагаве управляющем директором, и в шоколаднице, и в клубе ночном работал тоже управляющим. И на самом деле в городе, по большому счету, выбор достаточно небольшой относительно кухонь. Ну, я считаю, в мое мнение, что все, в принципе, одинаково. Чуть-чуть больше, чуть-чуть меньше где-то, но в целом все одинаково. Вот именно хотелось что-то новое сделать. Поэтому опять критилась такая идея, и я решился ее воплотить. Начал я ее воплощать в декабре прошлого года. То есть подборка концепции, дизайн-проекты, подборка помещения, подборка оборудования. Заказал оборудование в январе. В конце февраля пришло оборудование, и тогда уже стало известно о возможном закрытии заведений, пандемии. Ну, вот это все. В начале марта пришло оборудование, был подписан договор об аренде в экспоцентре. Но уже было точно, что закрывается. Была страшная паника. Как же, что же, деньги уложены, люди наняты, все закуплено. И так получилось, что мы открылись 23 марта. И 28 числа торговые центры были закрыты. То есть, обратной дороги уже не было. Я решил, что будет, скажем так. И надо открыться. Надо в любом случае открыться. Как бы то ни было, что бы то ни было, надо все сделать. Было... Подробнее расскажу. Перебиваю вас. Но у вас начина... Я не изменю, что я перебиваю вас. У вас начинает писать картинка. Прошу понизить качество связи. На нитка поставить. Хорошо. Хорошо, спасибо. Слава богу, дирекция торговых центров решила работать в качестве доставки. То есть, торговый центр был полностью закрыт. Были закрыты все. И в одно время во всем торговом центре находились только мы. 4 человека, 4-5 человек. Весь торговый центр был в нашем распоряжении. Было очень интересно. Вот. Не переформатировались. Поменяли рекламную кампанию. Активно надавили на Инстаграм. На блогеров. По поводу рекламы. Это, на мой взгляд, это единственное, что сейчас работает в Инстаграм. И наши всеми любимые блогеры. И так как продукт был новый для города Япуска, всеми наслышан. То есть, очень много информации на просторах интернета по японским хлопковым чизкейкам. Те, кто были в Японии, в странах Азии, обязательно попробовали этот традиционный японский азиатский десерт. И это очень сильно сыграло нау. То есть, доставка очень хорошо работала. Так как это заведение монопродукта, через некоторое время показалось, что ассортимент достаточно маленький. То есть, на момент открытия я думал, что этого будет достаточно. Но через месяца-полтора я уже понял, что ассортимента недостаточно. И необходимо добавлять что-то еще. Слава Богу, что у нас работает очень хорошая команда шеф-кондитеров. Это ребята из Шоколадницы. Мы с ними очень хорошо сработались. Шеф-кондитер, очень хороший профессионал Григорий. Мы ввели очень много новинок. Торты на основе чизкейков, дополнительные десерты. Сейчас у нас новинка вводится, моти-десерт. Люди сами спрашивают, когда, когда, когда. Я думал, повременить немножко, но все-таки люди сами продавили. Город сам продавил. Мы вводим буквально завтра, послезавтра. Какие еще решения были приняты? Мы вышли на реализацию. Сейчас мы работаем с Китай-городом, с Дейли-Мартом и с Масамуна-Рамэн. Мы поставляем им десерты под реализацию. Они у себя очень хорошо пользуются спросом. Мы расширили точки продаж, скажем так, не за свой счет, а за счет наших коллег. Какие планы в дальнейшем у нас? Я очень хочу масштабировать бизнес. Сейчас идет работа по созданию франшизы. В КТФ уже есть три потенциальных франшизы. Ну, это без рекламы, без ничего. То есть люди писали из Москвы, из Владикавказа. Мы просто увидели Инстаграм, просто увидели наш продукт. И начали спрашивать, франшизинг ли это? Это было недели через две после открытия. Ну, и, собственно, родилась идея, может, уберем бизнес тоже. Сейчас идет на сцене формирование франшизинга. С какими трудностями мы столкнулись? Каждый день, каждый день какие-то трудности. Начиная с проблемы курьеров по всему городу в момент пандемии. Сейчас она более-менее настаканилась. Но было прям проблем. То есть я ездил сам. Были моменты, когда просил друзей даже. То есть, ну, всегда какие-то выходы есть. Хорошо, что администрация экспоцентра нам сделала скрипку на аренду. Тоже они очень сильно помогли. И сотрудники, с которыми я сейчас работаю, они поняли ситуацию. И мы вместе, одной большой командой, мы вместе все проблемы преодолели, решили. Поэтому для меня очень важно работать с людьми на одной волне, с профессионалами, это самое главное. То есть те люди, с которыми ты работаешь. Я не люблю называть их сотрудниками или еще. То есть это мои коллеги, это мои соратники. Вот. Наверное, я уложился быстрее, чем положено. Если есть какие-то вопросы, вы можете задать. Так, в целом, все. Спасибо за ваше выступление, Евгений. Хорошо. Следующим участником у нас должна была выступить Ольга Григорьевна, но из-за технических проблем она не сможет сегодня подсоединиться. Так что я думаю, что на этом заканчивается наш сегодняшний нетворкинг. Спасибо всем спикерам за участие, за то, что поделились своим опытом, рассказали пути выхода решения, продемонстрировали свою модель, стратегию поведения во время антикризиса. Думаю, надеюсь, нашим участникам это помогло. Они возьмут на заметку. И спасибо за интересные истории, рассказы. По поводу вопросов. А если у вас остались вопросы, либо вы не успели задать их, вы можете обратиться по горячей линии в центре Майдиза. Видео-себинар сохраняется также на портале MSP Якутии и в YouTube-канале предпринимателей Якутии. Хорошо. Еще раз большое всем спасибо за участие. Я отключаю вебинарную комнату. Всем до связи. До свидания. Всего доброго. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...